Стихийный каток в центре двора 108-го дома по Белорусской – дело привычное. Из-за рельефа здесь регулярно образуется большая лужа. Но уже летом эта проблема будет решена. Двор отремонтируют по программе формирования комфортной городской среды. Землю выровняют, обустроят детскую площадку, отремонтируют проезды и подрежут аварийные деревья. С проектом ремонта познакомилась глава Самары Елена Лапушкина. Жители отмечают – грядущие перемены актуальны. В нашем доме много детей. У нас сейчас вообще дом обновился. Очень много молодых семей с детьми. В этом доме тоже. То есть детская площадка востребована? Детская площадка востребована, да, она нужна. А вот во дворе домов по улице 40 лет пионерии и Пугачевскому тракту детских игровых площадок хватает. Зато нет спортивных. Также жители просят отремонтировать дороги во дворе, контейнерную площадку и установить освещение. Мы сейчас будем с администрацией решать. Немножечко нам здесь немножко планировка не нравится. Но это текущие моменты. Во время объезда Куйбышевского района глава города посмотрела и сквер речняков, который тоже приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь будут и детские, и спортивные площадки. Хорошо сквер будет оснащен технически. Будет работать фонтан. В зоне отдыха около него можно будет подключиться к Wi-Fi. Установят и систему видеонаблюдения. Заборы и строения в сквере покрасят в речной тематике. С лодками, якорями и волнами. Отремонтируют и фасады соседних жилых домов. По озеленению здесь будет гидропосев. Везде будет гидропосев. А автополив делаем? Автополив однозначно, да. Везде автополив. Все работы начнут летом. Жители района собираются ежедневно контролировать их ход. А глава Самары Елена Лапушкина пообещала, что приедет на открытие преображенных мест. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.